На этой неделе мы читаем сразу две главы, главы Матот и Масей. Сначала чуть-чуть в стороны. Тот, кто выполняет митцвот, тот, кто изучает митцвот, изучает их происхождение, знает, что у нас есть достаточно много законов, так называемая группа море тайны. Что это такое? Это то, что даже если человек нигде ничего не нарушает, ему запрещены определенные действия, сколько это может выглядеть, как будто бы он нарушает. Нельзя, скажем, в шаббат повесить, сушить вещи или одежду. Опять-таки, понятно, что человек не стирал в шаббат, что запрещено действительно. Человек просто вешает, чтобы не процовывал. Человек был под дождем или человек там закрутился и не повесил стирку до шаббата. Это запрещено почему? Потому что кто то, кто увидит, подумает, что человек стирал в шаббат и нарушил. Хотя сам-то человек 100% знает, что он ничего не нарушил, не стирал. Тем не менее, это запрещено именно потому, чтобы так не подумали о нем другие. И именно в нашей, в этой недельной главе, мы видим, мы можем найти источник для такого подхода закона. Источник вроде бы совершенно непохожий и странный. Евреи через 40-40 лет блуждания по пустыне. Наконец-то Всевышний приводит их к границам земли Израиля. Приводит, правда, в обход с восточной стороны. Чтобы добраться до границ Израиля, они вынуждены войной разложить себе путь через два царства. Через царство Сихона и через царство Ога, через Хешбон и Башан. И готовясь перейти уже через Ерден, собственно, в землю Израиля. В это время два колена, два из двенадцати колен народа Израиля приходят к Маше и говорят ему, Великий Маше, вот тут эти земли, на которых мы сейчас стоим, очень славные земли. Тут прекрасные луга, тут прекрасные места для скота. Ты знаешь, у нас много скота. Можно мы останемся здесь? Можно мы получим землю не там, в земле Израиля, как обещано Богом, а здесь? Просто дай нам здесь землю. Мы тогда и там уже не будем претендовать. И Маше, помня о том, что произошло за тридцать девять лет до этого, когда евреи не захотели входить в землю Израиля, испугались, это привело к сорокалетнему блужданию по пустыне и к вымиранию всего этого поколения, конечно, уже крайне недовольственно, что они говорят, нет, ты не понял, мы пойдем вместе со всеми и завоюем землю. Здесь мы оставим там только наших скот, женщин, детей и стариков, пойдем завоюем землю. А потом, после этого, уже дай нам, пусть мы вернемся сюда и будем здесь спасти. Маше соглашается с их предложением и говорит, да, действительно, если вы пойдете впереди всех, впереди вместе со всеми остальными, впереди всех остальных и завоюете землю Израиля, тогда вы будете чисты перед Господом и перед народом Израиля. И тут возникает вопрос, если, что значит, уже сказано, вы будете чисты перед Господом. Значит, вы чисты перед Господом, значит, вы чисты на самом деле, чисты поистине. Вы достаточно фразы чисты перед Господом, чтобы понять, что у вас все в порядке. Нет, добавляет Маша, и перед народом Израиля. Мало быть правым на самом деле, надо еще, чтобы это выглядело так в глазах Израиля. Это тоже, это не менее важно. Это еще одно необходимое условие. Тора требует от нас, чтобы мы были правыми в глазах Бога, и прежде всего. Но так же самое Тора требует от нас, чтобы мы заботились о том, еще как это было, чтобы мы выглядели правильно в глазах окружающих, в глазах своих братьев. Спасибо. Шаббат. Шалом.